Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня я вам покажу, как я варю рыбный суп. Иногда бывает, что хочется ухи, но неохота возиться с рыбой, бежать ее покупать. Для этого у меня, например, дома всегда в запасе есть консерва. Консерва сардина в масле. Суп очень вкусный. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Это просто бомба. Для меня, так как я рыбная душа, кто любит рыбу, ему по-любому понравится. Для этого нам понадобится вода, который у нас уже кипит, картофель, лук, морковь, конечно, сама сардина, рис, у меня столовая ложка риса, подсолнечное масло, лавровый лист, приправа для ухи у меня и зелень. Консерву мы сразу пересыпем в тарелочку, чтобы немножко ее измельчить, помять. Чтобы сделать ее немножко, ну, не такими крупными кусками, чтобы она была у нас помельче. Буквально просто разломить на кусочки помельче. Будет достаточно. Вода у меня уже закипела. Сейчас я быстренько порежу картошку. Так, чтобы видно там, видно. Режем картошку. Порезали картошку. Вода уже у нас кипит. Мы добавляем соль. Добавляем сразу лавровый лист. И высыпаем нашу картошку. Закипит и будем добавлять рис. Тем временем нам нужно сделать зажарку. Сковородку включили, пускай нагревается. Измельчаем на зажарку лук и морковь. Морковь можно потереть на терке. Но я люблю покрупнее режу ножом. Можно полукружочками, можно кружочками, можно брусочками. Мне просто нравится, когда морковку видно в супчике, чтобы она была кусочками покрупнее. И измельчаем. Картошка начинает закипать. Дадим ей буквально пару минут, прежде чем добавить рис. Далее добавляем рис. Столовая ложка у меня риса. Зарелась товарода, добавляем подсолнечное масло. И делаем зажарочку. Прошло минут 15. Мы проверяем, главное, в каком состоянии наш рис. Рис практически готов, поэтому добавляем консерву, чтобы она тоже проварилась. И варим до готовности риса. Не забываем помешивать зажарочку. Пожарилась наша зажарочка. Высыпаем кастрюлю. Рис еще не совсем готов. Еще будет вариться. Добавляем приправу у меня для ухи. Пахнет прикольно. Там в ней лавровый лист. Он нам не нужен. Мы его уберем. Зелень будем добавлять в конце. Можно добавить чуть-чуть плодички. Чтобы кастрюлька была полнее. И ждем, пока сварится рис. Вот и все. Рис у нас доварился. Добавляем сюда зелень. У меня укроп. Петруль можно выключать. Пускай вместе с зеленью настоится. И можно приступать пробовать. Вот и все. Наш обалденный супчик рыбный из консервы сардинный готов. Очень пахнет классно. Как будто уха настоящая. Насыпаем в тарелочку. Вот такая вкуснота получилась. Всем советую. Пробуйте, готовьте. Это просто бомба. Заходите на наш канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всего вам доброго.